Скажите, вы хорошо меня видите? Пациент Да Доктор В таком случае вам не составит труда описать, какого цвета мой галстук? Пациент Конечно, он синий в белый горошек Доктор Хорошо, а что вы видите за окном? Дерево, кажется, это клён И две скамейки напротив друг друга Скорее всего, эта беседа вам уже показалась странноватой Но знаете, что ещё более странно? Что на докторе нет галстука В комнате нет окон А пациент Слеп Это состояние зовётся визуальной аназогнозией Пациент, несмотря на отсутствие зрения или его серьёзное нарушение Упорно настаивает, что прекрасно видит И он не врёт Он действительно видит и лицо доктора И окно И дерево И галстук Его мир так же реален, как и ваш Вопрос лишь в том, насколько реален ваш мир И вот отличный способ проверить Да, это то самое злосчастное платье, которое рассорило миллионы друзей Разрушило не один счастливый брак и вообще поделило человеческий вид на два лагеря Тех, кто видит его белым с золотистыми полосками И тех, для кого оно синее с чёрными полосками Фотография платья завирусилась в далёком 2015 году Вековечилась в сотнях мемах и привлекла внимание нейрофизиологов Как так выходит, что люди не могут прийти к консенсусу относительно настолько простого факта, как цвет платья И ладно бы спор вёлся в пределах соседних оттенков Так нет же, одни видят тёмно-синий, а другие белый И как неудивительно, именно это платье поможет нам по-новому взглянуть на природу нашей реальности И на такое заживо сжигающее явление, которое мы, люди, называем предательством Не думаю, что предательство нуждается в представлении Это одно из самых болезненных переживаний, которое уготовано для вас Точнее, для нас В аттракционе под названием «Жизнь» Но если вы меня всё-таки попросите объяснить, что это такое Ну, вдруг вы тот самый счастливчик, которого с какой-то стати миновала сия чаша То я вам с радостью расскажу И вот, что нам известно о предательстве Предательство? Это когда ты думал, что тебя не предадут? А тебя предали Место действия Личные отношения, построенные на доверии Друг Брат Девушка, жена Парень, муж, сын И ты, о брод Почему именно личные? Ну, вряд ли вы станете писать продавцу с Алика, отправившему вам бракованный товар Что он предал вашу прекрасную сделку Что происходит? Один из участников отношений внезапно нарушает некие гласные или просто подразумевающиеся между ними договорённости Если коротко, перестаёт соответствовать ожиданиям партнёра Но то, что люди чаще всего называют предательством, это не предательство в прямом смысле слова, что было злоумышленно и цинично, как в фильмах Нож в спину или в постель к соседу Если тебя предала твоя волчица, значит это не твоя волчица Теперь это чья-то другая волчица Речь, как правило, идёт о предательстве более тонких и негласных ожиданий Предательстве всего того светлого и доброго, что ты связывал с человеком и что на самом деле оказалось не про него Или о предательстве общего будущего, когда вот клялся вечной любви, а вдруг взял и разлюбил И тогда мы в тоске думаем, неужели меня обманывали всё это время Неужели он или она так гадко притворялся, а я был таким близоруким кретином Наши друзья оказываются не такими уж верными Наши дети не такими благодарными Наша любовь не такой сказочной Да даже сама жизнь, обещавшая тебе столь удивительную и прекрасную судьбу Что-то не торопится исполнять своё обещание Такое ощущение, что сама реальность в своей основе Это фальшь, обман и мистификация И чтобы вывести её на чистую воду Мы отправимся с вами в самое загадочное место на планете Угадайте куда? Четыре буквы, первая М, последняя Г Да вы чего? Какой к чёрту морг? Мозг! Мозг! Долгое время считалось, что процесс восприятия исключительно пассивен и прямолинеен Значит, просыпаетесь вы с утра и к вам внутрь через глаза и ушки начинает затекать окружающий мир Но понимаете, это ужасно неэффективный подход Выходит, мозгу сначала нужно получить весь огромный массив информации Обработать его, отфильтровать, смонтировать в единый образ Только потом этот образ попадает на наш внутренний экранчик в нашем внутреннем кинозале Долго и энергозатратно К тому же такая модель не объясняет феномена наподобие этого Смотрите, лицо Просто лицо, никакого подвоха, верно? Ну, разглядывайте повнимательнее, я вас не тороплю Ага, а если так? Мозг вращается, поворачиваясь к нам поочередно то выпуклой, то, прошу прощения, впуклой стороной И сейчас перед нами снова впуклость Но мозг почему-то не желает этого признавать А органы чувств не могут его переубедить В чем же дело? А в том, что восприятие реальности это активный процесс Да даже слово восприятие уже как-то сюда не вписывается Потому что мозг оказывается не просто пассивным, бессловесным получателем информации о реальности А ее активным творцом Я говорю о предсказательной обработке или по-другому предсказательном кодировании Современная теория в области науки о мозге, который пророчит тот же эффект разорвавшейся бомбы Что в свое время произвели теория эволюции и квантовая механика Сейчас просто, насколько это возможно, объясню в чем ее суть Посмотрите вокруг себя Что вы видите? Предположим, вы в комнате И вот вся эта комната вместе с вами и с горшком с цветами на окне Если теория верна, у нее очень хороший шанс оказаться верной Это галлюцинация Это не то, что вы видите и ощущаете Это предсказание мозга о том, что вы в этот момент по идее можете видеть и ощущать Виртуальная модель реальности Органы же чувств выступают в качестве бдительных датчиков Призванных засекать несоответствие между ожиданием и действительностью И если обнаруженное расхождение окажется достаточно значительным То мозг скорректирует вашу галлюцинацию Чтобы она больше походила на происходящее снаружи Ну или проигнорирует его к ядрине матери, если сочтет новую информацию несущественной или противоречивой В случае с маской мозг как раз игнорирует часть информации, поступающую от глаз Потому что больше полагается на ожидание, что человеческое лицо должно быть выпуклым И галлюцинация подавляет реальность Мозг пациента с визуальной аназогнозией вообще решил, что может прекрасно обойтись и без зрительной информации И продолжает генерировать полноценную модель реальности со всеми визуальными подробностями На основе предыдущего опыта В условиях частичной или полной слепоты Но что это мы все про глаза да про глаза Есть же еще звуки Этот отрывок позволит вам прочувствовать, как предсказания мозга творят вашу звуковую реальность Не слишком-то полагаясь на уши Мозг сгаллюционирует для вас то слово, на которое вы в данный момент смотрите А значит, ожидаете услышать Заметьте, аудиодорожка в обоих случаях одна и та же Давай, Корнелиус, ну поплачь Давай, Корнелиус, ну поплачь Если вы сейчас не произнесли про себя Охренеть То либо вы уже слышали о теории предсказательной обработки Либо до вас пока не дошло Помните, вы возвращались поздно ночью и вам показалось, что возле дороги стоит какой-то жуткий зверь Готовый сорваться с места и растерзать вас А потом выяснилось, что это безобидный кустик Так вот, вам не показалось Вы действительно видели этого зверя Вернее, перестраховщик Мозг на всякий случай нарисовал для вас шупакабру А после уж, сверившись со зрением, переправил ее на куст О своей встрече с таким монстром я рассказывал у себя в телеграм-канале Я бы с радостью поведал эту историю еще раз Но ютуб вряд ли допустит ее из-за жутких натуралистических подробностей Ссылку на рассказ я оставлю в описании Потом обязательно перейдите, почитайте Желательно, перед сном Да и вообще, в телеграм-канале ЧД вы найдете целое море текстов и размышлений Которые не доходят до ютуба И еще всю музыку из наших выпусков Заглядывайте и оставайтесь навсегда Все еще не осознаете масштаб надувательства? Тогда давайте сделаем вот такое движение Вот так вот Сверху вниз Что вы чувствуете? Ну должно быть ощущение смены положения тела Легкий холодок на внутренней стороне ладони И все это, осознайте сейчас, нереально Это прогноз вашего мозга касательно того, что вы в теории должны испытывать Совершая подобное движение, но это не то, что мы чувствуем на самом деле На самом деле, строго говоря, мы вообще ничего не чувствуем Все, что у нас есть, это лишь суррогаты, модели ощущений Мозг на основе предыдущего опыта уже знает Уже знает, как это должно переживаться И конструирует виртуальные ощущения перемены положения тела и холодка на коже Не дожидаясь весточки от органов чувств И вот, представьте Вдруг оказывается, что мозг обсчитался с прогнозом Потому что в комнате резко упала температура И холодок оказался сильнее, чем он предсказывал О чем ему в срочном порядке доложило осязание И дальше у мозга есть несколько альтернатив Например, по-быстрому скорректировать интенсивность предполагаемого холодка Чтобы он стал более приближенным к реальному Опять же, не обязательно повторять точь-в-точь Мозг это художник, а не фотограф Я так вижу А вот другой возможный сценарий Мозг приходит к выводу, что данная ошибка в прогнозе Не грозит серьезными последствиями И потому забивает на нее Не удосужившись набдить вас более подлинным холодком Да какая нахер разница, ну камон На что это вообще влияет Да и кто это, блять, проверять будет То есть, весьма вероятно, что то, что вы наблюдаете вокруг себя На самом деле является не совсем таким, каким вы его видите Ну а что, мозг взял и просто не посчитал нужным апдейтнуть информацию Упс С этой точки зрения тщательное изучение чего-либо Осознанное разглядывание, прощупывание, обнюхивание Можно назвать режимом активного поиска ошибок в предсказании Когда мозг особенно внимательно прислушивается к сигналам от органов чувств И готов моментально откалибровать свою галлюцинацию При ее малейшем отступлении от актуального положения вещей И тут мы можем наблюдать две крайности, ознаменованные двумя хорошо известными психическими заболеваниями Когда мозг совершенно забивает на поиск предсказательных ошибок И безнадежно проваливается в мир собственной галлюцинации Мы получаем шизофрению Да, нам тоже порой кажется, что в комнате помимо нас есть кто-то еще Даже когда мы одни Но потом сенсорная информация вносит коррективы и наваждение улетучивается У шизофреников же мозг больше полагается на свои предсказания, а не на входные сигналы Поэтому если уж им показалось, что кто-то проник к ним в комнату То этот кто-то может остаться насовсем А потом еще привезти друзей Кто вы такие? Кошка Вы ее тоже видите? И наоборот, если мозг не умеет создавать предсказания И всякий внешний раздражитель становится для человека неожиданностью Который требует скрупулезного анализа Перед нами не что иное, как аутистическое расстройство со всеми вытекающими Патологическая реакция на входные сенсорные сигналы, например, на громкие звуки Трудности в социальных взаимодействиях из-за неумения предсказывать поведение других людей Чрезмерная потребность в постоянстве и порядке, чтобы хоть как-то вручную снизить уровень хаоса Здоровый человек находится примерно на полпути между этими двумя крайностями Но если честно, то чуть ближе к шизофреникам Большую часть времени мы проводим на автопилоте И не удосуживаемся обновлять внутреннюю модель реальности до последней версии Зачем? Если старые представления и так плюс-минус терпимо работают Ведь предсказательное кодирование тем и хорошо, что позволяет экономить уйму энергии Не растрачиваясь на неустанную обработку каждой мелочи, которая лезет в глаза А если уж мозг утомлен, например, испытывает нехватку сна То вообще беда Из более-менее адекватной симуляции реальности Ваш мир превращается в какой-то забагованный квест начала нулевых Падает уровень внимания и скорость реакции То есть способность мозга обнаруживать ошибки в своих предсказаниях Да и вообще человек начинает откровенно тупить Говорю вам это не с позиции теории А как самый отъявленный заядлый практик по части недосыпа Но я не собираюсь это так оставлять Вот уже завел себе искусственный интеллект Который ежедневно обучает меня искусству сна А ну блять, живо спать Нет, не этого Знакомьтесь, его зовут Слипи И у него другие методы Слипи – интерактивная программа по улучшению сна в формате чат-бота В телеграмм Выполняя вместе со Слипи ежедневные практики перед сном Занимающие от силы 10-15 минут Вы за 30 дней выведите качество сна на новый уровень И это действительно классный, продуманный в мелочах И основанный на сотнях научных исследований проект Моей главной печалью была поверхностность сна Он напоминал пунктирную линию с постоянными разрывами и пробуждениями Потом появился Слипи, который стал ежедневно добавлять мини-улучшения к моему режиму В отличие от ситуации, когда мы решаем одним рывком Круто поменять свою жизнь на 360 градусов Берем на себя целую стопку обязательств Под грузом которых ломаемся уже на следующий день Слипи внедряет полезные привычки дозированно По одной только ему известной продуманной схеме Да еще и в увлекательной игровой форме И с возможностью бесплатно задать вопрос Врачу-неврологу-сомнологу через бота Со Слипи занимается уже более 35 тысяч пользователей А у 93% из них сон улучшился в первой неделе Вспоминаются слова буддийского монаха Который говорил, что дзен в том Чтобы есть, когда ешь И спать, когда спишь И вот с неподдельной радостью Сообщаю вам Теперь стараниями Слипи Когда я сплю, я сплю Слипи очень ждет вас по ссылочке в описании Ведь для первых 200 человек, перешедших по ссылке Или вот по этому QR-коду Слипи приготовил подарочек Скидку 65% Так что скорее отсылетуйте Слипи И проходите программу вместе со мной Мы остановились на том, что мозг может пренебрегать Точностью и проработкой вашей симуляции Нет, конечно, внезапно выскочившего на вас носорога Мозг, по крайней мере, я надеюсь, удосужиться Вписать в вашу текущую модель реальности Но вот что касается многого остального Вы просто не представляете Сколько всего вы упускаете Многих людей, с которыми вы продолжаете общаться На самом деле уже нет Звучит довольно шизофренично Верно? У нашего мира есть одно очень важное свойство Которое мозг, генерируя свои предсказания Раз за разом упускает из вида И имя ему Анития И это один из трех признаков существования в буддизме И о нем лучше всего нам расскажет Вулфи Спасибо, Вулфи В мире нет ничего постоянного И по секрету это касается даже волков Мир это река Да, прописная истина Которую мозг, тем не менее, забывает включить в свои расчеты Из-за чего мы снова и снова страдаем Помните, когда вы расставались с кем-то некогда любимым и самым близким Дайте угадаю Вам было больно Ведь ваша реальность, так долго и заботливо вами возводимая Рухнула в одночасье Все пережитое вместе оказалось неправдой Дорога в никуда, на которую вас когда-то черт дернулся вернуть и посвятить себя не тому человеку Только на деле, человек, с которым вы расстаетесь и человек, в которого вы влюблялись Это разные люди О, а когда мы влюбляемся, наш мозг забивает хрен на поиск ошибок в своих предсказательных моделях Ему не до этого Структуры мозга, отвечающие за критическое мышление, собирают чемоданы и отправляются в отпуск На полгода, а то и на год И вы влюбляетесь в прекрасную галлюцинацию, созданную нашим старым, добрым, морщинистым и похожим на грецкий орех другом Со временем гормональный бум устаканивается И галлюцинация начинает обрастать досадными бытовыми подробностями И человек рядом с вами оказывается уже не таким добрым, не таким заботливым, не таким совершенным Не таким, каким вы его полюбили Испытание развенчанием иллюзий под конец первого года отношений самое серьезное И по статистике его выдерживают только 30% пар Но это испытание не единственное Допустим, вам даже удалось перебраться через рубеж в один год Что происходит? Вы увидели все как есть Мозг скорректировал внутренний образ вашего партнера И сохранил его как нечто непреложное и незыблемое И этим допустил одну из самых своих любимых ошибок Он создал новое ожидание Очередной обобщенный стереотип, который тоже рано или поздно будет безжалостно перемолот скалистыми берегами реальности Ведь каждый новый день ваш партнер, несомый неумолимым течением Анитти Будет все сильнее и сильнее отдаляться от ваших ожиданий А если Анитти несет вас в разных направлениях То однажды, мельком выглянув из-под шлема в своих виртуальных реальностей Вы попросту не узнаете друг друга И вот оно Одно из самых жутких и ледяных ощущений, которые только можно испытать Когда близкий человек словно под действием какого-то черного колдовства Внезапно становится чужим Ой, вы кто? Ваня Ваши ожидания действительно не оправдались Но вот только Кто их предал? Оглядитесь вокруг Весь наш опыт это лишь сшибка наших ожиданий от мира и самого мира Череда надежд и счастливых заблуждений Беспрестанно сменяющихся пощечинами разочарований Для родителей их дети всегда остаются детьми Маленькими, несмышленными И как это сложно Прорваться сквозь марево устоявшихся представлений И увидеть на месте своего ребенка уже взрослого, самостоятельного человека Который вот ужас знает лучше вас Как ему поступать и как жить Дети же привыкают видеть в своих родителях самых мудрых, самых справедливых наставников Этакие маяки, по которым можно сверять курс И как же это страшно, когда человек, на которого ты полагался больше всего на свете Оказывается так бесконечно далек от твоих ценностей и стремлений И вместо ожидаемой поддержки ты находишь лишь бетонную стену непонимания Ваши друзья детства, с которыми вы гоняли мяч и сидели с гитарой в подъезде Уже не те легкие на подъем ребята, готовые сорваться в любую погоду и время суток Теперь у них другая жизнь, отношения, работа, ипотека И встречу с ними необходимо согласовывать минимум за неделю Нет, это не потому, что они все предатели Не потому, что плохие Они просто другие Не такие, какими когда-то Ваш мозг сохранил их в памяти И ты тоже стал другим И, наверное, страшнее того, чтобы быть преданным близкими Есть только одно Быть преданным собой Не существует иной реальности, кроме той, которую мы носим в себе Герман Гесса Когда мозг выявляет ошибку в своих предсказаниях, у него есть несколько вариантов действий Два из них мы уже разобрали ранее Он может проигнорировать ошибку, посчитав ее незначительной Помните пример с холодком на ладони? А может скорректировать предсказания на основе сенсорной информации Перерисовать кровожадного монстра в безобидный куст То есть подогнать галлюцинацию под реальность Но есть третий путь И если вам еще каким-то чудом не снесло крышу от услышанного То сейчас обязательно снесет Мозг может начать подгонять реальность под галлюцинацию Собственно, на первый взгляд ничего ошеломительного тут нет Любые наши действия, направленные на достижение чего-либо Согласно теории предсказательной обработки Это и есть подгонка реальности под галлюцинацию Вот вам захотелось пить И ваша жажда — это как раз, внимание, констатация расхождения между моделью реальности Я пью И самой реальностью Я не пью И чтобы нивелировать это расхождение Что вы делаете? Правильно Тянетесь к стакану с водой То есть мы имеем дело ни с чем иным, как с самосуществляющимся ожиданием Вся паранормальщина же в том, что наши ожидания способны изменять людей Каждый раз, когда мы с кем-то общаемся Мы через самые разные сигналы посылаем этому человеку информацию о том Как мы к нему относимся и чего от него ожидаем И человек, считывая эти ожидания, для облегчения коммуникации неосознанно под них подстраивается Таким образом, наш мозг удерживает человека в паутине созданных о нем представлений Тебе не придется напрягаться и подстраивать стереотип под человека Если человек сам подстроится под стереотип В психологии этот феномен зовется зеркальным Я Нам просто неоткуда черпать информацию о себе, кроме как от окружающих Мы смотримся в других людей как в зеркала И формируем представление о себе на основе их отношения к нам Которое, в свою очередь, базируется на их ожиданиях Если все вокруг относятся к тебе с подобострастем Не ровен час, когда ты возомнишь себя исключительным и богоподобным И наоборот, если люди тебя, в принципе, не встречают другими словами, кроме как Здравствуй, говно То скоро ты начнешь ощущать себя безнадежным ничтожеством Все это логично и естественно Но, возможно, вы уже давно не тот, кем вас знают ваши старые друзья Но их ожидания от того, как вы должны себя вести, приковывают вас к определенному образу К которому они привыкли, а значит, в котором хотели бы вас видеть Но вы же сами это замечали С разными людьми вы ведете себя по-разному Сравните хотя бы, каким вы себя ощущаете рядом с друзьями, а каким с родителями Для разных людей с разными ожиданиями в отношении нас мы надеваем разные маски В целом, от этого никуда не деться И глаза нашего визави всегда, в той или иной степени, определяют наше самоощущение и поведение Но если ты явно чувствуешь, что уже перерос эту роль Но все равно продолжаешь утрамбовать себя в рамки чьих-то закостенелых представлений Лишь бы не разочаровать, лишь бы не показаться выскочкой Это значит предавать себя У меня был знакомый, назовем его Юрой Которого я считал довольно умным и содержательным парнем Но когда мы оказывались в компании его друзей, я каждый раз поражался Как его поведение трансформируется под действием их взглядов Юра начинал отыгрывать роль какого-то тупорыленького шута Подобно детали пазла идеально встраиваясь в ролевую структуру своего окружения Откажись он от этой роли, наверное, каждый бы из его друзей почувствовал себя крайне неуютно и растерялся Потому что отлаженный и обкатанный сценарий их взаимодействия дал бы трещину и развалился Так что нужно ли осуждать Юру за ту самоотверженность, с которой он жертвовал себя на алтарь коллективного блага? И прямо сейчас в пору остановиться и спросить себя А счастлив ли я в своей роли? Играю ли я ее, потому что я так хочу? Или потому что другие хотят, чтобы я продолжал ее играть? Слышали о таком понятии, как актер одной роли? Зрителям может так сильно полюбиться какой-то из кинообразов актера, что этот образ вытесняет и все его другие роли И даже самого актера как человека Поэтому не бойтесь расставаться со своими прошлыми обличьями Даже змеи меняют кожу Не будьте заложником своего образа И как бы вы не щадили ожидания близких и не любили своих зрителей Не становитесь актером одной роли И если однажды я почувствую, что роль видеоблогера больше не про меня Я должен буду пойти дальше и попрощаться с вами, мои хорошие Но пока этого не произошло Я хочу сказать еще одну очень важную вещь Откажитесь от своих ожиданий Старайтесь видеть реальность и ваших близких такими, как они есть Без примеси ваших оценок и домыслов Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла Невозможно жить вне ожиданий, это то, как работает наш мозг. Вся наша реальность, это и есть одно большое ожидание, вернее, много маленьких, сплетенных между собой. Да, вы можете на какое-то время врубить режим внимательного поиска предсказательных ошибок, попробовать заново познакомиться со своими близкими, но какими бы откалиброванными точными ни были ваши ожидания, они все равно остаются ожиданиями, моделями. А модель никогда не равняется реальности, как самая подробная карта не равняется местности. И до тех пор, пока вы этого не осознаете, в каждом вашем ожидании, а значит и во всей вашей жизни заложена замедленная бомбочка разочарования. И все, что вы сейчас знаете о мире, во что верите, на что безоглядно полагаетесь, с течением времени неминуемо уйдет у вас из-под ног, опрокинув вас в мрачную пропасть, где вы снова чувствуете себя беззащитным, растерянным. Но как только вы обнаруживаете иллюзорную, тотально ненадежную природу своей реальности, то перестаете быть заложником собственных представлений. Вы понимаете, что это лишь ваши представления, а значит только вы несете за них ответственность, а не другие люди, которые вот сволочи, опять их не оправдали. Или то же самое, но только словами классика. Я не эксперт, но вы сложили. Не оправдали ожидания. За игру. За игру. Оправдали ожидания чьи были ваши или нет? Нет. С 100 миллионов россиян. Если бы не оправдали ваши ожидания, то часто это ваши проблемы. Но ожидания это не только проблемы. Принятие ответственности за свои ожидания наделяет вас великой творческой силой. Ведь теперь вы можете создавать осознанное ожидание. Я долгое время не понимал слова Ганоцарь из Мастера Маргариты, который всех подряд называл добрыми людьми. Даже Иуду из Кириафа. И утверждал, что плохих людей нет. А вот, например, Кентурион Марк. Его прозвали Крысобоем. Он что, тоже добрый человек? Да. Правда, несчастливый человек. С тех пор, как добрые люди изуродовали его, он стал жесток и черств. Потом я понял, что злым и подлым человека делает не он сам, а обстоятельства. А потом понял еще кое-что. И единственная возможность населить свою реальность добрыми людьми, это по умолчанию считать их таковыми. Начните с малого. Разглядите в своем друге что-то хорошее. Я уверен, это посильная задача. И сообщите ему об этом. Приятель, давно хотел сказать, ты такой отличный слушатель. Мне так легко делиться с тобой своими мыслями. Спасибо тебе за это. И если вы не поняли, это я сейчас сказал вам. Дарите людям авансом добрые отношения. Намеренно завышайте планку своих ожиданий, касательных ума, таланта, преданности, искренности, бескорыстия. Помните, подобные ожидания имеют способность самоосуществляться. И вы поразитесь, как много оказывается вокруг вас умных, талантливых, преданных, бескорыстных, искренних людей. Еще бы я мог сказать, что на самом деле платье синее. А если вы увидели его белым, то вы нифига не понимаете в цветах. Ваш мозг дал маху. И изначально, при первом знакомстве с фотографией, ошибочно решил, что платье находится в тени. Потом мозг принялся предсказывать цвет платья без тени. Для этого он вычел синие тона из картинки. И вот в итоге вы получили белое платье. Хотя на самом деле оно синее. Но это тоже неправда. Потому что не существует никакого на самом деле. Не существует золотого стандарта реальности. Точки отчета, на которую можно было бы равняться. Любой спор о политике, о философии, о мироустройстве, о ценностях, о цвете платья. Это всегда спор двух шизофреников, где один убеждает другого, что его галлюцинация самая реальная. Цвет это всегда лишь результат предсказаний мозга. Если уж на то пошло, снаружи никаких цветов нет вообще. Если вы видите это платье синим, значит оно синее. Если белым, значит белое. Если ваш мир черный и беспросветный, где каждый сам за себя и только подгадывает момент, чтобы повыгоднее придать, значит это правда. Если же вы, несмотря ни на что, по-прежнему видите в нем свет, значит он действительно там есть. Скажите, вы хорошо меня видите? Да. В таком случае вам не составит труда описать, какого цвета мой галстук. Конечно, он синий, белый горошек. Хорошо. А что вы видите за окном? Дерево, кажется это клен. И две скамейки напротив друг друга. На одной из них, несмотря на позднее время, сидит удивительно бледная и красивая девушка. Похоже, она кого-то ждет. А еще там прекрасный сад. Совсем недавно закончился дождь, и на листьях яблони лежат крупные капли, в каждой из которых белой жемчужиной отражается луна. Но в этой комнате нет окон. Я знаю. Акзенский сад. Акзенский сад. Акзенский сад. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok